Здравствуйте, друзья! Меня зовут Сергей, и сегодня мы разберём отрывок из сериала «Пенниворд». Если вы смотрели какой-нибудь фильм про Бэтмена, то наверняка помните, что у Бэтмена был дворецкий Альфред. Альфред Пенниворд. Так вот, «Пенниворд» — это сериал о молодости Альфреда. В молодости он был частным детективом и работал в том числе и с будущими родителями Бэтмена. В эпизоде, который мы разбираем, Альфред едет с Мартой, будущей мамой Бэтмена, на поиски опасных преступников. Они толком не знают, где их искать, потому что у них есть только какие-то смутные улики. Здесь нужно отметить, что Альфред — англичанин, а Марта — американка. В этом отрывке, в этом эпизоде это важно. Итак, Альфред и Марта едут на поезде. Вот их разговор. «I'm afraid this will be a goose chase» — «goose chase» буквально значит «погоня за гусями». Но здесь эта идиома «wild goose chase» или просто «goose chase» значит «бесполезные поиски». Поиски, которые обречены на неудачу. То есть она говорит, что это будет бесполезный, бессмысленный поиск. «To be frank, I have no idea where to start looking». «Честно говоря, я понятия не имею, где начинать искать». «To be frank» значит «честно говоря», точно так же, как «to be honest» или, например, «franquely speaking». Все три выражения значат одно и то же. «Честно говоря». «I have no idea» — это «понятия не имею». «I have no idea where he is from». «Я понятия не имею, откуда он». «Ну, нам не придется искать». «They'll be out looking for us». У вас может возникнуть вопрос, почему здесь говорится «they'll be out looking for us», а не просто «they'll be looking for us». «Они будут нас искать». Фразовый глагол «be out» может значить, например, находиться не дома или не на работе, а также может значить отправиться куда-то по каким-то делам. То есть «they'll be out» значит «они отправятся куда-то». «Они отправятся на наши поиски». «I'm gonna be out for lunch» — «я отправлюсь на обед». «I'm out for groceries» — «я отправился купить продукты». «They'll be out looking for us» — «они отправятся на наши поиски». «Then we'll catch one and persuade them to cooperate». «That's simple. What if they catch us?» Затем мы поймаем одного и убедим его с нами сотрудничать. «Cоопереть» значит «сотрудничать», в том числе и «сотрудничать», как, например, «сотрудничать с полицией» или «сотрудничать со следствием». «Persuade» значит «убеждать». «That's simple» — отвечает Марта. «That's simple» — это такой риторический вопрос. Она его, правда, произносит не то с вопросительной, не то с утвердительной интонацией. Здесь непонятно. Но вообще это такой вопрос, который подразумевает, «Неужели всё настолько просто?» «Your phone is not broken. You just needed to push the power button». «Твой телефон не сломан. Тебе всего лишь нужно было нажать на кнопку включения-выключения». «That's simple». «Неужели всё было настолько просто?» «Вот и она удивляется. Неужели всё настолько просто?» «What if they catch us?» «А что, если они нас поймают?» «Well, then I expect they'll take us to their leader, won't they?» «We can't lose». «Ну, тогда, я полагаю, я ожидаю, что они отведут нас к своему лидеру». «Expect» — это буквально «ожидать». Когда мы говорим «I expect something», мы подразумеваем, что мы предполагаем какое-то развитие событий. «I expect you'll have some questions». «Я полагаю, у вас будут кое-какие вопросы». «I expect there will be another meeting after this one». «Я полагаю, будет другое собрание после этого». Ну и так далее. «Я полагаю, что они отведут нас к своему лидеру». То есть мы не можем проиграть. «Выражение «take the piss» — это чисто английское выражение, английский сленг. Оно буквально значит... Оно значит «потронивать над кем-то», «издеваться», «подкалывать». Но это такое не очень приличное, немножко грубоватое выражение. Используя его, Марта как бы переходит на язык Альфреда. Она американка, но она использует английский сленг. «Take the mickey» — поправляет её Альфред. «Take the mickey» — это то же самое, что и «take the piss». То есть подтрунивать над кем-то, подшучивать, издеваться, но в более мягкой, в более вежливой форме. Это тоже чисто английское выражение. Возможно, Марта его не знала. «Я бы не стал издеваться над клиентом». То есть он проводит явную границу между «take the piss» как что-то такое злое и «take the mickey» как что-то такое менее злое. Ну, либо он продолжает «taking the piss». «Local customs» — это местные традиции, местные обычаи. Мне нравится узнавать местные обычаи или традиции. «Where I am from is considered rude to mock people». Глагол «consider» значит «полагать», то есть считать что-то чем-то. «This is considered rude» — это считается грубым. В данном случае используется конструкция «it's considered something to do something». «It's considered rude» — считается грубым «to mock people» — дразнить людей, подтрунивать над людьми. Можно подставить какие-нибудь другие слова. «It's considered polite not to ask many questions». Считается вежливым, не задавать слишком много вопросов. «If you don't mind me asking» — это такой стандартный разговорный шаблон, который нужно просто заучить вот слово в слово и также использовать. «If you don't mind me asking» — значит «если вы не возражаете», когда речь ведет о вопросе. То есть «если вы не возражаете против моего вопроса». «How old are you if you don't mind me asking»?» «Если позволите». «Если вы не возражаете, сколько вам лет?» «This is us». Посмотрев в окно, Альфред сказал «this is us». Он не имел в виду, что это мы, что он увидел их с Мартой за окном. Когда едут на транспорте, подъезжают к своей остановке и говорят «this is me» или «this is us», имеют в виду «это моя остановка» или «это наша остановка, нам здесь выходить». Ну или если вы проезжаете кого-то домой и они говорят «оу, this is us», они имеют в виду, что они пришли уже до своего места, они уже подошли к дому, а не то, что они встретили каких-то своих двойников на улице. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Если да, пожалуйста, поставьте лайк и до встречи в следующий раз.